Всем добрый день, добро пожаловать снова на этот канал, с вами я Анастасия и сегодня мы как всегда начинаем нашу ежедневную рубрику новостей из Испании. Итак, новостей у нас сегодня много, всяких разных, хороших и не очень, так что давайте поскорее приступим. Во-первых, что же касается ситуации у нас здесь в Испании, по официальным данным, случаи растут, но по сравнению со вчерашним днем, они росли, росли, росли. Потом в четверг были примерно 12 тысяч и вчера 11 815, так что чуточку меньше, на 200 случаев меньше, но индекс все-таки растет. Индекс заражаемости у нас стал уже 214 на каждые 100 тысяч жителей, хотя был 207 буквально день назад. Каталония уже сообщила тоже, что как и Валентианский округ, они уже встречают меры безопасности и у меня здесь записано. Значит, они комендантский час тоже не будут продлевать до полвторого ночи, тоже это будет до 12 часов максимум в праздничные дни. Также они на 30% всего лишь разрешают заполнять бары, рестораны, кафешки и так далее и тому подобное. И нельзя будет выезжать и выезжать из городков в праздники, вообще из Каталонии нельзя выезжать и выезжать на данный момент. Также они, рестораны будут открывать только 4 часа в день, что является ужасной ситуацией для тех, кто там работает в ресторанах и в местах общепита. Они протестуют очень сильно, потому что им разрешают открываться только пару часов с утра, чтобы давать завтрак и пару часов в обед, это с полвторого до полчетвертого. То есть 2 часа с утра и 2 часа в обед. Те рестораны, у которых есть лицензия на еще и вечернее открытие, они смогут открываться только чтобы готовить пищу на вывоз. То есть на дом. Люди должны будут либо приехать, то есть заказать по телефону, потом приехать, заплатить деньги, забрать и уйти. Нельзя будет оставаться даже на Рождество и Новый год, даже на праздники нельзя будет находиться в барах и ресторанах вечером. Вот такие вот ограничения сделала Каталония. Дальше, что же касается Мадрида. В Мадриде пока что сказали, что не будут сильно ужесточать меры. Но тем не менее, уже лимитировали количество людей, которые допустимы за одним столом. Раньше это было 10 в Мадриде, теперь это только 6. Как и во многих уже автономных округах. Что же касается нашего Валентианского округа. Вы знаете, я вам вчера рассказывала ограничения, которые приняли у нас. Если кто не смотрел, посмотрите вчерашние ежедневные новости. И там вообще, у нас здесь в регионе не так все плохо, но случаи по чуть-чуть растут. Поэтому, чтобы обезопасить себя, конечно же, меры ужесточили. И сказали впервые, кстати, очень важный момент, у меня даже здесь записано. Сказали, что будут делать контроли очень строгие, даже в автобусах, в поездах, короткого расстояния, в трамваях и дальнего расстояния между городами. Чтобы проверить у людей прописки, проверить, едут ли они домой и к себе. Либо же они передвигаются именно на Рождество, куда-то увидеть родственников или еще кого-то. И на всех-всех-всех дорогах будут стоять полицейские. Поэтому, если вы хотите передвигаться именно сейчас, в эти праздники, подождите. Потому что штрафов будет не избежать. У нас здесь в округе очень-очень серьезно наш округ именно за это взялся. В других округах этого нет, но у нас здесь есть. Так что будьте осторожны. Это все уступает в силу, кстати, с понедельника 21 декабря. То есть с этого понедельника. Дальше, что же касается еще других разных новостей. Во-первых, у нас очень важная новость. Сейчас будет приниматься закон до конца этого года. То есть буквально за две следующей недели. Нужно будет принять этот закон и одобрить его в правительстве. О выселении людей из домов. Что же это такое? Значит, это план против выселения людей. Не только мы говорим сейчас об окупасах, а вообще о людях, которые платят аренду. И, к примеру, во время пандемии у нас наша чрезвычайная ситуация будет длиться до мая месяца. Если кто еще не знает, у нас в стране сейчас объявлена чрезвычайная ситуация, которая длится до конца мая 2021 года. Так вот, до этого, до этой даты, скорее всего, этот закон сейчас уже примут. Нельзя будет выселять людей из дома, из квартиры, если вдруг они могут доказать, что они не могут заплатить за аренду жилья. И если в течение трех месяцев, им будет дан срок три месяца, если в течение трех месяцев они по-прежнему не могут заплатить за аренду жилья. И не находят никакого жилья более дешевого, или социальная помощь, или социальные центры у нас не могут им помочь. То тогда государство, правительство будет оплачивать аренду, которая стоит по контракту. Плюс свет, воду, газ, в общем, все-все-все, что используется, будут оплачивать хозяину безвозвратно. То есть возвращать этого не надо будет. Но это, конечно же, опять же, нужно будет доказать. Это не просто так, что вот я не хочу и не плачу, да, и пусть платят за меня государство. Нет, нужно будет относить специальные справки, доказывать, что находитесь в ситуации безработицы, либо вообще не получаете никаких денег от государства, никакой помощи, субсидия, там вообще ничего. И тогда правительство решает и дает эти деньги хозяину. Но выселять вас из дома не будут иметь права до того, как не закончится осуществляющая ситуация, то есть до мая месяца. Это очень важный момент, который много людей еще и до сих пор не многие не знают, но это именно так. Кстати, это распространяется на окупасов тоже, к сожалению, но это так. Окупасов тоже нельзя будет выселить. Можно будет выселить только по двум критериям. Это первое, либо, что они нелегальным путем, то есть что они агрессивным путем забрались в дом под воздействием насилия, или разбили окна, нанесли какие-то увечья дома, взломали что-то и тогда туда поселились. В таком случае все-таки распространяется закон, что все-таки их можно оттуда выселить. Если же нет, то, увы, они смогут там быть до мая месяца, пока не закончится осуществляющая ситуация. А если ее продлят, то еще и дольше. Также хочу сказать, что людей смогут все-таки выселить из дома, если, например, хозяин квартиры или этой недвижимости докажет, что это его первая недвижимость. То есть, что это его главный дом, где он должен проживать. К примеру, если у хозяина этого дома больше нет никакой квартиры на его имя, то тогда вам скажут, извините, но вы должны выехать. Хоть вы не заплатите за аренду, но вы должны будете искать себе новое жилье. Вам дадут, конечно же, какой-то конкретный срок для выезда, но все-таки это будет именно так. Если же у хозяина этот дом является вторым или третьим жильем, как по прописке, то тогда нет никаких проблем. Вы можете там проживать, но вы, конечно же, должны сначала с хозяином попытаться договориться, чтобы он либо как-то подождал, или немножко меньшую сумму ему платить и потом доплатить все, что вы должны. И если же уже никак не получается, то тогда делать это через правительство, через социальную помощь. И оставаться, пытаться как-то встать на ноги и тем временем, чтобы правительство покрыло ваши расходы на дом. Вот такая вот новость. Скоро этот закон примут, так что будем надеяться, что действительно многим семьям это поможет, потому что многие хозяева домов, как только видят, что неделю там 2-3 не платил человек, им тоже нужны деньги, это понятно, они тоже люди, тоже должны кушать. Но они не входят очень часто в положение людей, говорят, раз ты не заплатил, пошел вон на улицу. Начинают терроризировать, в общем, и всяким способом пытаться выгнать оттуда людей. Поэтому да, эта ситуация не из легких, но по крайней мере сейчас закон будет людей поддерживать в тяжелой ситуации и сохранить право на жилье, пока ситуация не улучшится. Следующая новость, которую я хотела с вами поделиться, это про то, что происходит в Малаге. Очень интересная ситуация в одном из госпиталей для мамы и ребенка. Это детский госпиталь, где находятся от новорожденных младенцев до деток, до совершеннолетия. Там находятся детки с различными болезнями и каждый год именно в эти дни, когда придут праздники, и все те детки, которые находятся там в госпитале, чтобы их как-то поддержать, чтобы принести им радость, как-то улыбку вызвать на их лице. Каждый год происходит очень интересная вещь. Это один мужчина из национальной полиции, он полицейский, каждый год он приходил в госпиталь, одетым спайдерменом или еще в каких-то других героях, супергероях, в костюмах, и радовал детей, смеялся с ними, играл, в общем, показывал им представления, чтобы как-то их развеселить. Но в этом году из-за пандемии ему сказали, что он сделать этого не сможет. И что вы думаете, остановило его это? Нет, его это не остановило. Он придумал другую альтернативу. Он взял специальный трос, специальные веревки для скалолазания, и что он сделал? Взял, спустился с крыши по различным этажам, перемещался от высокого до самого низкого, и все равно всем деткам махал из окна, говорил, что они делают все очень хорошо, что они молодцы, махал им руками, в общем, разговаривал с ними, смешные позы делал и все такое. Я даже здесь вам поставлю сейчас фотографию из видео, вырезанный кадр, как он спускался, и вот как он выглядел. Поэтому еще более необычное явление, чем просто бы он пришел в дом, а тут он прям спускается. Поэтому деткам это еще больше понравилось, очень сильно удивило, и действительно это были позитивные эмоции. Там, конечно же, были еще и другие супергерои, которые были прям полностью одеты в металлические скафандры, они смогли пройти, потому что не пропускался воздух, ну а ему не разрешили. И выбрал другую альтернативу, почему бы и нет. Главное, чтобы детки были довольными. Вот такой вот интересный факт, интересная вещь, ситуация произошла в Малаге, в детской больнице самой главной. Дальше еще одна новость, это то, что на Канарских островах подтвердили наконец-таки план на жилье. Начиная с этого года он должен был быть подтвержден, но его немножко отдалили. То есть от 2020 до 2025 года подтвержден новый план, по которому будет строиться большое количество квартир и недвижимости, домов. Часть из них, у меня здесь есть, это цифры. Сейчас вам скажу, значит, будет потрачено 664 миллиона евро на строительство нового жилья. Из них, значит, будет строиться в основном на всех островах Канарских, на разных частях, в разных районах, но в основном это будут те районы, где сейчас маленькое количество жителей, чтобы опять же помочь оживить эти места, а не строить прямо в тех районах, где уже полно-полно людей живет. Что тоже является хорошим пунктом. И 5971 это цифра на новое жилье, на аренду для людей, у которых имеется социальное очень тяжелое положение, материальное, которым нужна защита. Например, люди, которые обращаются в социальный центр из-за того, что они больше не могут платить аренду, или из-за того, что их там избивают, и у них очень ужасная ситуация дома, людям, которым грозит опасность, их определяют в социальное жилье тогда. Так вот, это 5971, вот это социальное жилье будет как раз-таки для этого. Не исключено, что они туда иммигрантов с Африки отвезут жить, но это уже как бы дело Канарских островов. Также 600 будет отдано на социальную аренду. Это теми семьям, у которых нет особо ресурсов, нет особо денег, чтобы заплатить за обычное жилье, даже самое дешевое. И тогда им будут по более дешевой цене именно ту сумму, символическую, так сказать, символическую сумму, которую они должны будут заплатить социальному центру, и тогда им предоставляют это жилье. Что намного лучше, чем ничего. Поэтому это, конечно, позитивная ситуация. В общей сложности считается, что где-то 72 тысячи семей смогут получить помощь благодаря этим новостройкам и благодаря этому социальному плану, который будет на жилье, который будет реализовываться в течение 5 лет, точнее уже 4, потому что уже 2021 год на носу, в течение 4 лет, и будем надеяться, что действительно поможет многим семьям, чего у нас, кстати, тоже не хватает на материке, потому что социального жилья очень мало, и особенно в нынешней ситуации помощи, если честно, не хватает. Еще две последние новости у нас здесь, из нашей провинции Аликанты, точнее буквально вот здесь, рядышком с нами, одна из них, это не очень хорошая, меня она, мягко говоря, подвергла в шок, потому что такого у нас в Альбире никогда не было, вообще за все время, когда я здесь живу, и мой муж вообще этого не помнит, а он в этой зоне провел всю свою жизнь. Помните, я вам рассказывала буквально вчера, позавчера, что у нас здесь, в нашей зоне, в Альбире, в Алтее, в Алтее-Хиллз, в Бенедорме, раскрыли огромную группировку русской мафии, не только там русские были, конечно же, были другие национальности, еще постсоветских республик, там были и Албания, там была тоже, там много кто, литовцы, поляки, много, в общем, белорусы, украинцы, много всяких разных национальностей собрано, так вот, раскрыли эту группировку, и сейчас очень много людей расследуют, даже комиссар полицейского участка, здесь у нас в Алтее тоже задержан, потому что ему тоже платили деньги, и давали подарки недешевые, подкупы, из-за которых его именно и посадили тоже в тюрьму. И у нас вчера ночью здесь произошел очень неприятный случай, я ничего не слышала, потому что это произошло буквально за доли секунд, не обратила внимания, но многие люди это слышали, прям буквально здесь, вот недалеко от нас, около супермаркета Кансум, есть небольшой ресторанчик, точнее это бар, кафе, который называется Orange Tree, это оранжевое дерево, дерево апельсина, и там оно открыто до полуночи, потому что у нас можно до полуночи открывать, открыто было до полуночи, и там сидела пара, мужчина-албанец и его жена-сожительница, не знаю, в общем, они сидели там, выпивали коктейли, сидели, болтали, и вдруг подскочил мужчина в капюшоне с закрытым лицом, с маской, конечно же, и три раза выстрелил ему прям в голову, и человек на месте умер, скончался, приезжало здесь очень много полиции, скорая помощь, в итоге выяснилось, что этот человек, которого убили, именно там, здесь у нас в Альбире, в этом баре, ресторане, кафе, принадлежал тоже группировке, которую начали расследовать в ноябре месяце, по нелегальным документам, и наркотическим субстанциям, по продаже нелегальной, их начали расследовать, и он составлял часть вот этой вот банды организационной, в итоге эта банда работала вместе с той бандой русской, которую сейчас расследуют очень серьезно, собирают доказательства и расследуют всех, кто может быть к ней причастен, так вот этого человека убрали просто-напросто, чтобы он ничего вдруг не сказал, если его начнут опрашивать, вы представляете, в общем, не очень приятная ситуация у нас здесь, в Альбире произошла сегодня ночью, все были в шоке, у нас очень тихий городок, очень спокойный, здесь никогда нет никаких драк, каких-то вот таких убийств, здесь никогда ничего не бывает, это тихий, спокойный городок, где живут семьи с детьми, пожилые люди, норвеги, русские, в общем, здесь очень-очень все спокойно, и очень странно, что такое произошло, но считает полиция именно действительно, что это было из-за того, чтобы человек ничего не сказал. Такой вот неприятный случай у нас здесь произошел, но тем не менее, будем надеяться, что это все, и что больше такого здесь не произойдет, что это все будет тихо, мирно, если надо кого-то задержать, то их задержат, если нет, то нет, но чтобы больше для нас, тихих, мирных жителей, это не касалось, потому что это очень большой стресс, учитывая то, что мы с детьми здесь гуляем. И вторая новость, очень интересная и смешная, уже перейдем к позитиву под конец, это то, что произошло в Сан-Висенте, это район Аликанте, район города Аликанте, на окраине, где сейчас проводят реурбанизацию, проводят, как у нас здесь в Бенедорме, тоже переделывают всю зону, рядом с пляжем, и делают приоритет, чтобы люди могли гулять и ходить, и для велосипедистов, а машины уходят на второй план. Так вот, там сделали очень смешную вещь, местный муниципалитетный дом, который просто вызвало смех, надсмеши и издевательства в социальных сетях, и у всех людей, которые там проживают, они покрасили, сделали пешеходный переход, все бы ничего, но этот пешеходный переход больше, чем 20 метров в ширину. Огромный смешной пешеходный переход, как будто в Китае или в Японии, эти нескончаемые огромные пешеходные переходы, вот так делали и здесь. Я вам сейчас здесь поставлю фотографии, чтобы вы видели, как это выглядит. Выглядит это, конечно же, очень забавно и смешно, многие люди в интернете смеялись и говорили, что ох, сколько зебр дорогу переходит, и в общем полно-полно всего, километровая зебра и всякое такое. И, конечно же, муниципалитетный дом отреагировал на это и сказал, что да, они сделали такой пешеходный переход просто по той простой причине, что пешеходам и людям, которые гуляют, будет дан приоритет, а не машинам. Все бы ничего, если бы не тот факт, что все-таки пешеходные переходы, вот эта белая краска, которая красится здесь, у нас дороги, по крайней мере у нас, не знаю, как в других странах, эта краска, когда идет дождь, очень скользкая, поэтому, если вся дорога усыпана этой белой краской практически, это может быть опасно для машин или для мотоциклов, например, для велосипедистов тех же, которые, если вдруг им нужно будет там притормозить или повернуть, то может не очень хорошо это закончится. Но все-таки многие люди это поддерживают и говорят, что да, правильно, что сделали пешеходный переход, потому что там очень много пожилых людей в этом районе же проживают, они ходят медленнее, спокойнее, не спеша, и таким образом уже задолго до того момента машины начнут притормаживать и не будут ездить на такой высокой скорости, как они делают на данный момент. Поэтому позитивно в этом тоже что-то есть. Кстати, если кому интересно, интересный факт, это не что этот пешеходный переход не является самым большим у нас в Испании. Самый большой пешеходный переход находится в Галисии и составляет он, сейчас вам скажу, 40 метров в длину. Вот вся вот эта зебра, она полосы растягиваются аж на 40 метров. И, конечно же, там тоже не обошлось без насмешек, без фраз таких, как вот они не знали, что с краской делать, краска была дешевая, взяли и покрасили. Или им, в общем, ну, как всегда, всякие надсмешище, такие потешки над муниципалитетом, над местными правительственными органами. Но, факт в том, что действительно это позволяет уменьшить скорость машин и людям иметь большую свободу перейти безопасно дорогу. Что есть хорошо. Дальше, что же касается у нас спорта. У нас есть две новости. Первая, это то, что в Реаль Мадриде, вы знаете, что один из игроков ИСКО должен был зимой сейчас покинуть. Реаль Мадрид, он сам сказал, что хочет выйти в зимнем рынке на продажу, на смену команды. Но, факт в том, что сейчас многие держат денежки свои, никто не хочет их тратить, потому что кризис, потому что экономическое положение у всех клубов футбольных нелегкое на данный момент и не самое лучшее время тратить деньги на новых игроков. Поэтому для него не поступило еще ни одно предложение, чтобы поменять клуб. Тем не менее, Зидан сказал, что и тренер Реаль Мадрида Зинедин Зидан сказал, что он все-таки хочет убедить ИСКО, чтобы он остался с ними, что он не давал ему нужные и должные возможности, чтобы показать, на что он способен, оставлял его часто на втором плане и что это все изменится. и в следующий матч он будет играть хоть сколько, но будет играть на поле. Посмотрим, это даст ему какую-то возможность изменить свое мнение о том, что он хочет уйти из клуба, уйти он хочет именно из-за той причины, что ему не разрешали играть. Он даже не был игроком замены, который выходил в последние минуты, нет, он просто сидел на скамье и даже не разогревался. Поэтому понятное дело, что он не хотел больше быть в клубе, он чувствовал, что его не ценят, что он просто-напросто просиживает свое время, да, без возможности игры, поэтому хочет уйти. Но Зидан попросил его немножко подождать, чтобы доказать ему, что действительно он является хорошим игроком. Ну и теперь будет дело Иску уже показать, что он может делать на поле, чтобы окончательно либо остаться в Реаль-Мадриде, либо уйти. И вторая новость, это то, что происходит в Евролиге, баскет, баскетболе. Да, у нас тоже есть баскетбол, я практически об этом не говорю, но действительно он есть, хоть и самым важным видом спорта у нас является футбол, как все знают, наверное, уже. Так вот, в Евролиге, в баскет этого сезона 2020-2021 года у нас тоже есть наши испанские команды, которые там активно играют и сражаются за титулы, но Барса и Реаль-Мадрид опустились на один пункт, и их опередили другие команды. И сейчас на данный момент у нас классификация идет такая, на первом месте находится ЦСКА, представляете, на втором месте пунктом ниже находится Барса наша испанская, потом Байерн-Мюник на третьем и Реаль-Мадрид находится на четвертом месте. Это радует, что в первых четырех две команды наши испанские, но тем не менее, конечно же, в баскетболе у нас есть тоже очень-очень сильные игроки, очень хорошие игроки, быстрые, точные, поэтому баскетбол у нас тоже по чуть-чуть развивается, конечно же, не так как футбол, не так популярен, но все же существует. Будем надеяться, что наши команды тоже не подкачают в баскетболе и выиграют Евролигу, когда придет время классификации и финалу. На данный момент их разделяют всего лишь пару пунктиков от первого места, поэтому им нужно поднажать. Дальше, что же касается у нас нашей испанской погоды, вот первая фотография. Погода у нас очень сильно меняется, как вы можете видеть, практически по всей Испании идет дождь, очень сильный и облачно, кроме как Средиземного моря, вся линия вокруг Средиземного моря пока что у нас либо немножечко облачно, либо солнышко светит, поэтому это не может не радовать. Что же касается температур у нас, поскольку идет вот этот вот Атлантический фронт, который именно высказывается вот именно так, получается, что у нас идут дожди, грядет облачность, снижение температур, тоже, как видно на второй фотографии, именно там, где будет дождь, будет снижение температур. Не сильно, но все-таки будет. Итак, на севере у нас будет 7-15 градусов, на юге 12-18, и на Средиземном море самые оптимальные температуры от 14 до 20 градусов. 20 градусов у нас будет Валенсия, Аликанте и в зоне Мурсии. Конкретно в Аликанте будет плюс 19, плюс 20, в Барселоне плюс 16, в Гранаде на юге, в Анталусии 16 тоже, в Мадриде 9, в Мурсии 20, как я уже говорила, там очень тепло, замечательная погода и светит солнышко. В Болярских островах, это на Майорке и на Минорке будет плюс тоже замечательная температура, хотя там будет облачно сильно, небо затянуто. На Канарских островах плюс 22, как на Тенерифе, так и на Лас-Пальмас. Там пока еще фронт до конца туда не дошел, посмотрим, что же будет. Может быть, будут какие-то изменения ближе к концу сегодняшнего дня, но пока что там все более-менее стабильно должно быть, как говорят прогнозы погоды. В Севилье на юге Испании тоже в Анталусии плюс 16, и в Валенсии, как я уже сказала, плюс 20. Кстати, очень важный факт, температура воды сильно упала, буквально за пару дней она снизилась на 2 градуса. Температура воды на данный момент у нас в Аликанте, где находится самая теплая водичка, это 15 градусов, по сравнению с 17 градусами, которые были совсем недавно. Так что, знаете, если кто отважится купаться, водичка 15 градусов, не так уж и тепло. Хотя теплее, чем во многих скандинавских странах и на севере. Вот такие вот новости у нас были на сегодня, надеюсь, вам было интересно их услышать и узнать вместе со мной. Всем большое спасибо, кто ставит пальчики вверх, кто ставит лайки, кто пишет комментарии, кто подписывается на канал. Мне всегда очень приятно, я все читаю, с удовольствием вам отвечаю. Если у вас есть какие-то вопросы по поводу этих новостей, не стесняйтесь, конечно же, спрашивайте. Как только смогу, я обязательно отвечу. И увидимся с вами в ежедневных новостях из Испании уже в понедельник, потому что не забудьте, что в воскресенье ежедневных наших новостей рубрики этой нет. Она будет в понедельник, конечно же, с самыми новыми, свежими, интереснейшими событиями из нашей солнечной страны Испании. Всем огромное спасибо, замечательных всем выходных и увидимся с вами в зимних влогах. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»